Приветствую вас, Михаил. По сценарному поведению я бы сказал, что это страх близких отношений. То есть вы боитесь близких отношений, фактически в них вы не успеваете. Именно близкие отношения, повторюсь, это, как мне кажется, довольно важный момент, что именно близкие отношения вы не успеваете. То есть у вас одни чувства к одной девушке, другие чувства к другой девушке, но фактически вы не оголосуете ни кто ни другой, что называется, полноценном отношении, где не находитесь. Вот, так проявляется ваш страх этих самых близких отношений. Но это ещё не всё. Мне кажется, что вы разделяете для себя, вы разделяете, скажем так, романтический и интимный интерес. Мне кажется, вот так это всё работает, а мне кажется, что вы разграничиваете это достаточно сильно. И вам, на мой взгляд, может казаться, что романтические чувства – это одно, ну, вот, там, сексуальный интерес, да, это другое. Конечно, я могу быть не прав, конечно, я могу ошибаться здесь, но мне кажется, что подобные разграничения вами чувствуются. Очень надеюсь, очень надеюсь, что я не прав, очень надеюсь, что я неверно всё воспринял и понял. Ну, как мне кажется, и как обычно бывает, вот, ну, подобная ситуация, ну, вот, это разграничение происходит из чувства стыда. То есть, и мне стыдно, я, соответственно, это делаю. Всё разграничивают. Ну, вот, и вот, как бы, например, считаю, что с одной, допустим, допустим, девушке я могу позволить себе, то, что не могу позволить себе, там, условно говоря, с другой, и наоборот. Вот. На мой взгляд, это, ну, ключевой, ну, один из возможных ключевых моментов, которые для вас могли бы иметь значение. Вот. То есть, это вот то, что мне кажется, ну, достаточно важным здесь. То есть, это то, что, вот, мне кажется, вы себе способны подавлять, да, то, что, мне кажется, вы можете, ну, убирать, вот, сюда. Естественно, что я могу ошибаться, вот, естественно, что могу быть не прав в этой интерпретации, вот. Ну, надеюсь, что, что всё-таки, подобный, ну, подобный вариант, он, хотя бы немножко, ну, вами допускается. Ну, вот. В первую очередь, я рекомендовал бы обращать внимание на ваш внутренний конфликт, на ваше внутреннее, ну, скажем так, разграничение. То есть, это неразвоение, вот неразвоение личности, как такового, это просто определенный, определенный внутренний конфликт. И девочки стали посвятить для вас олицетворением этого самого внутреннего конфликта. Да, это безусловно, безусловно, всё безусловно, это безусловно неприятная ситуация, вне всякого сомнения. Неприятная ситуация, неприятная ситуация, неприятный момент, это правда. Но, это всё решаемо, более чем решаемо, вот. Поэтому, я не думаю, что вы именно, что, ну, психологический или психический больный, я так не думаю, я так и не считаю. Вот, ну, во многом, во многом потому, что мы, психологи, не ставим диагнозов, вот. Но то, что у вас разграничивается интимная сфера и сфера романтическая, то, вот, совершенно очевидно. Михаилы, любовь и секс с неразвоями у вас разграничиваются. С этим можно и нужно работать, вот. Что с этим делать? Психотерапия, вот. Вот такой ответ. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Не говорю дальше, потому что, чтобы не отзывать, нужно с вами поработать, поисследовать, чтобы понять, как это у вас происходит. Поэтому, оставляю эту тысячу для размышлений для вас. Буду благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok